Здравствуйте, дорогие друзья. Новости с каббалистом Михаилом Айпином. Добрый день. Ну, даже это скорее не новость, я просто хотел вас спросить, как каббала к этому относится и как она, в принципе, от этого отличается. От чего? Вот был такой мыслитель индийский, звали его Джидду Кришнамурти. Известный достаточно. И он построил школы в Америке, в Европе. Он говорил, в школе должны учить любви, целостному взгляду на жизнь. Потом он говорил так. Мы производим, словно по шаблону, такой тип человеческого существа, для которого главным жизненным интересом является стремление обезопасить себя, стать кем-то выдающимся, или просто беззаботно проводить время. Вот он говорит, ради чего мы живем, за что боремся. Вот скажите, пожалуйста, в принципе, вы говорите, что он похожий на это, что не образование, а воспитание должно стать главным. Вот как каббала на это смотрит? Каббала смотрит на это очень хорошо, на все эти философии о дружбе и любви. Только она говорит об одном. А с помощью чего вы это реализуете? Вот это проблема. То есть любой человек в мире скажет, дружба – отлично, любовь между людьми – прекрасно, помощь друг другу необходима, и так далее. А как это сделать, если у нас природа совершенно другая? Если я волком смотрю на всех и думаю, как бы ухватить за горло другого? Это наша природа. И она думает только о том, как существо, в котором этот эгоизм именно субъективно существует, как он должен себя максимально комфортно содержать. Поэтому самая главная проблема – это в реализации. А где у нас есть сила, с помощью которой я могу справиться со своим эгоизмом? Где я ее возьму? Если бы я понимал, что эгоизм – это плохо, и я, в общем-то, могу с этим чем-то согласиться, но я не вижу альтернативы, когда, допустим, я этот эгоизм переделываю на хорошее, на добро другим, через других себе и так далее. А как? Как? Я не знаю, я не умею, я не в состоянии. Я иногда пытался делать хорошие поступки. Ой, мне еще хуже от них было, чем от плохих. Здесь необходима высшая сила. Сила выше нашей природы имеется в виду, выше эгоизма. Если я такую силу могу обнаружить в природе или где-то достать, как-то привлечь, тогда есть о чем разговаривать. А если нет, то вот все эти прекрасные проекты, они и прожекты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова